Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 10 сентября. К рассмотрению предлагаю валютные пары австралийский и новозеландский доллар, которые снижались в соответствии с последним сценарием, но сейчас взяли паузу и начали расти. Этот рост можно расценивать как локальную коррекцию, либо разворот на окончании коррекции. Итак, австралийский доллар исполнил ожидаемый сценарий прошлого обзора, пусть и не в полной мере. Тем не менее, продолжив начавшееся движение без ретеса сопротивления на 0.7336, пара достигла первую целевую отметку на 0.7226. Впоследствии отскочив от этого уровня, повторная попытка преодолеть этот уровень оказалась безуспешной. Очевидно, здесь располагается хорошая поддержка со стороны покупателей, которые сдержали напор продавцов. Поэтому по достижении уровня 0.7205 цена отскочила и начала расти, так и не достигнув вторую целевую отметку на 0.7145. Есть некоторые основания считать, что на текущий момент коррекционное снижение могло уже закончиться, и пара может устремиться к последнему локальному максимуму. Однако пока ключевые уровни не были нарушены, поэтому сценарий на продолжение снижения остается актуальным. Новый прогноз на актуальном графике предполагает, что текущее развитие восходящего движения может получить свое продолжение, и главная интрига будет состоять в том, смогут ли покупатели преодолеть сопротивление на уровне 0.7336, тест которого вскоре должен состояться. Отбой от него даст шанс продавцам на продолжение нисходящего импульса и нацелится к новым локальным минимумам с первой целью в районе 0.7145 и потенциальным проходом до 0.7081. В случае же пробоя второй важный уровень сопротивления располагается на 0.7393, являющийся разворотным, преодоление которого даст сигнал на отмену текущего сценария. Аналогично и по новозеландскому доллару, который также снизился в соответствии с ожидаемым сценарием, исполнив его не в полной мере, но не менее успешно. Ретест сопротивления на 0.6758 не состоялся, цена просто продолжила снижение, впоследствии достигнув первую целевую отметку на 0.6628. Пройдя его, цена вплотную подошла ко второй цели на 0.6592, но остановилась и развернулась, не доходя несколько пунктов. Вполне вероятно, что нисходящая коррекция могла уже закончиться и текущий рост может завершиться в районе предыдущего максимума. Однако пока нет твердых оснований на разворот, прежний сценарий на снижение остается в силе. На актуальном графике по прогнозу ключевым моментом будет выступать способность сопротивления на 0.6719, удержать цену и отбить напор покупателей. В этом случае появится возможность формирования нисходящего заходного импульса, который нацелится на новые локальные минимумы с первой целью в районе 0.6564 и потенциальным проходом до 0.6512. Пробой в сопротивлении и рост в область выше разворотного уровня на 0.6758 даст сигнал на отмену сценария с нисходящим движением. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании TECMIL. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok